Я поговорю о Китае. Я давал интервью беларускому телевидению, и интервьюер спросил, какое нам дело до Китая, Беларуси. Я надеюсь, что после моей презентации, по крайней мере, вы хотя бы наполовину будете убеждены, что Китай также важен и для Беларуси, как и для глобальной экономики. Итак, почему это так? В основном, первый момент состоит в том, что Китай сейчас, на него приходится более четверти глобального экономического роста. Поэтому, с точки зрения… И так происходило в последние десятилетия, и последствия финансового кризиса 2008-2009 года были еще более серьезными, если бы не было стимулирующей роли Китая. Китай рос, и это помогало многим странам в регионах региона. Поэтому Китай очень важен, и даже по одной только этой причине. И затем, если глубже погружаться в успех китайской экономики, какие товары и сервисы и слуги она импортирует из остальных частей мира, В настоящее время Китай все еще зависит от инвестиций, и это частичный результат вот этого кризиса 2008-2009 года и того пакета стимулирующих мер. Китай мог столкнуться с поделением спроса внутреннего, и поэтому китайское правительство делало все, чтобы поощрить инвестиции в регион, и произошло увеличение инвестиций, доля инвестиций в перекрестанных в внутреннем производстве. И в настоящее время китайские, где-то доля инвестиций более 40-45%, это очень высокий показатель, если сравнить с другими странами. И, допустим, за последние 100 лет, и, естественно, на историю предыдущего Китая, власти Китая понимают, что это нельзя такой уровень поддерживать, нельзя рассчитывать на долю ВВП инвестиций, которые составляют половину ВВП, и возврат на инвестиции высок, но он падал в последние 3-4 года резко, и политикан сейчас правительство – это степь в реабилансировке этого роста, переход от основного полагания инвестиций, переход к внутреннему потреблению, и происходит это, но происходит медленно. Я хотел бы сказать, что для остального мира это полезно, что это медленный процесс. Если бы это случилось более резко, скажем, за один день, то это было бы плохо для многих стран мира. Я покажу вам два слайда сейчас, которые, в принципе, являются результатом работы моих коллег. И что бы случилось, если бы они провели перебалансировку, скажем, мгновенно провели, и уровень инвестиций, если бы, скажем, произошло потребление на 5% внутреннее потребление, и если бы на 1%, скажем, произошла бы перебалансировка, то ВВП прибавил бы 5% пунктов. Вот два сценария, которые показывают данные о добавленной стоимости. Вот есть сценарий жесткой посадки, резкой перебалансировки. Тогда выход увеличился во многих секторах Китая. Но многие сектора, обрабатывающие промышленность, строительная промышленность, снизили бы свое производство. Это на этом слайде. Левый график справа. Вы видите падение в производство, и он трансформируется в изменения в импорте. Если бы Китая строил бы меньше, тогда бы меньше требовалось строительных материалов из-за рубежа, стали и так далее. То есть было бы падение в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности. Там показатели так бы снижались. Но если бы происходила перебалансировка более медленными темпами, если бы она была бы медленнее, тем не менее продолжался бы импорт, рост импорта, и, соответственно, остальной мир смог бы экспортировать больше товаров в Китай. Поэтому то, как Китай проводит перебалансировку, это важно для нас. Если скачок резкий, и получается быстро в короткое промышленность времени, это очень почувствует отрицательно остальной мир. Следующий слайд говорит, что бы случилось с экспортом различных стран регионов, с точки зрения экспорта в Китай. Вот эти красные колонки показывают, что страны, такие как Россия, Австралия, ибо их экспорт в Китай потерял бы отрицательное влияние. И можно, конечно, в некоторых странах это бы сказалось меньше, но можно спорить, если десятый процент – это серьёзный мир, но Австралия, допустим, потеряла бы очень сильно. Что касается других стран, еврозоны, США, допустим, вы видите здесь менее отрицательные последствия. Их экономики самостоятельные, но если бы более медленная была перебалансировка, то вы видите, тогда бы произошёл рост, продолжался бы рост, Китаю продолжали бы быть необходимыми товары различные, импорт. То есть я хочу сказать, что если Китай продолжает расти на 4-5%, остальным это тоже было бы хорошо. И у меня нету слайда, но сейчас многие говорят о ценах на сырьевые товары, некоторые говорят, что меньше спрос приведёт к меньшим ценам на нефть. Но Китай сейчас импортирует ещё больше сырой нефти и различных металлов, и продовольственных товаров ещё больше, чем два года назад. Так что реакция цен не такая уж существенная. И сейчас мы отойдём немножко от цены, от темы торговли, которая сама по себе, конечно, интересна. Мы поговорим о потоках капитала. Сейчас мы видим либерализацию этих потоков. Китай был настолько закрытый, так долго, а Китай на самом деле такой большой, что можно подумать, что потоки в Китае и из Китая будут большими, прежде чем можно перераспределить глобальный портфель снова. И я думаю, что в настоящее время что мы видим? Мы видим эту переборку, балансировку, счёт текущих операций, платёжный баланс, все товары и услуги, которые продают в Китае, где-то 300 миллиардов долларов, а капитальные и финансовые счета, они где-то негативное значение имеют в 15-16-м, начиная с 10-го и инвестиции растут за рубежом китайские. Есть официальные цифры этого роста, и статистические органы как-то игнорируют вот эти потоки. И я думаю, что на самом деле речь идёт о поправках на 200 миллиардов долларов, и результаты чувствуются на рынке недвижимости в Австралии, в Японии, в других регионах. Мы видим всё больше и больше прямых инвестиций иностранных, и китайские компании, как государственные, так и частные, и получастные, покупают другие компании в других странах. Несколько лет назад много говорилось о том, что Китай инвестирует в Африку и так далее, но если посмотреть на потоки, Африка просто нескромное место занимает большую часть потоков, идёт в другие азиатские страны, в Северную Америку и Европу. Голубая линия показывает прямые иностранные инвестиции из Китая в другие места мира. Вы видите резкое ускорение, начиная с 2014 года китайским компаниям разрешили выходить за рубеж, и они вышли, и они воспользовались этим. И сейчас мы видим, что первые реальные признаки активности в развитых экономиках обращают внимание на то, что они продают высокотехнологичные компании, китайские компании. Потоки капитала из Китая будут ещё большими в будущем, и, надеюсь, будут и притоки капитала в Китай по мере их либерализации в этой части. Но сам размер этих потоков может быть и не будет дестабилизирующим, потому что многие цены приспособятся. Надо будет интересно понаблюдать за всем этим. Но есть и возможные политические последствия вот этих попыток покупки такие чувствительные компании в других местах. Спасибо.